Ну что ж, друзья, всем добрый день. С вами студия StarLadderTV, у микрофона Арбелин, и мы с вами продолжаем смотреть про серию 12 сезона. Играют у нас сегодня интересные команды, друиды против команды 4N4N. Ну, собственно говоря, кто успел посмотреть прошлые игры этих команд, друиды, это у нас шведы. Прошу прощения. Команда 4N4N, это турецкий коллектив. Ну и что, L4V, капитан команды 4N4N, пикнул Леона, забанил Акса с Бристом. Ну, пока ничего я больше сказать по поводу команды 4N4N не могу, еще непонятный мне пик. Ну там Джиггернаут, в принципе, может какой-то еще залететь. Ну, посмотрим. Команда друидс, Лауи у них на пике, забанил тролля со снайпером, пикнул и Сефа, и Вингу. Ну, товара будут ломаться очень быстро. Дэмэджа будет очень много у команды друидс. Если Винга окажется нормальной, то там стан будет максимум в двоечку, в единичку, но все остальное будет уходить либо в Ауру, либо в Вейвов Террор. Ну, наверное, скорее всего, было бы полезно Ауру также вкачать на единичку, на единичку стан и максить Ауру. Это было бы действительно топчиком. О, я прошу прощения, не Ауру, Максить, а Вейвов Террор, да. Ну и Шейкер залетает второй саппорт для команды Фоэн. Третий бан. Ну, смотрите, саппорта взяли, теперь видят какую-то картину, видят Сефа в пике у друидов. Соответственно, могут предположить, что им надо банить либо Кэри какого-то, либо Флейнера. Ну, вот, забанили дровку, в принципе, неплохой вариант, потому что дров Рейнджера могла сюда зайти, по ДСФа очень качественно ее могли отправить в легкую. Она бы там выформила, еще бы на оффлейн какой-нибудь Миндрейджер могли взять друиды и действительно доставили бы много неприятностей. Хотя Шейкер, в принципе, не должен бояться вместе с Леоном вот эту дровку, в том плане, что там есть контроль, чем контролить эту дровку. И, в принципе, с помощью фиссуры и Хиггса можно эту дровку даже было бы попытаться убивать, поэтому... Это забанили не столько из-за саппортов, а сколько, в принципе, пик не клеится у ребят, по-моему, из 4Н с этими героями. Поэтому решили еще даже Клокверка забанить. Ну, а друиды решили избавиться от таких героев метовых, да, то есть тоже Лина улетела в бан. Ну, потому что Лину могли вполне взять в мид, стоять против СФ, и она бы этого СФ загнала бы, мне кажется. Без шансов. Ну, и напоминаю то, что сегодня нас ждут еще несколько матчей. В 19.30 по сет должен быть у нас матч СС против команды СИС. И в 22.00 по сет Илизиум против команды Муи. Ну, все, я думаю, уже знают, что по сету время это плюс один час к Москве и Киеву, поэтому никуда далеко не расходитесь. Следующая игра будет у нас в 20.30 по Москве, ну и в 23.00 у нас будет последняя игра между командой Илизиум и Муи. Что дальше? Дальше улетает у нас Шторм. Ну, вот по мидерам прошлись друиды и пикнули Бэтрайдера. Бэтрайдер хорош тем, что он может любого керри-героя вытащить даже с БКБ, если тут успеет прожать его. Так что Бэтрайдер действительно топчик. Ну, еще тут много вариаций у друидов. Они могут лайнинги совершенно иначе поставить. И надо смотреть на дальнейшие пики соперников. Ну, что турки придумают? Может быть, пора бы уже какого-то керри пикнуть? Ну, Джиггернаут есть. Но вот только Джиггернаута все постепенно начали, знаете, так забывать его. Во-первых, его в патче поговаривают, что понерфят в последнем. Да, 6.84, по-моему, это патч будет. Его должны понерфить. Ну, а во-вторых, научились уже играть против Джиггернаута. Научились использовать его МОМ против него самого же. То есть, больше демиджа залетает по Джиггернауту. Научились, как бы, контрпикать. Научились брать саппортов хороших против Джиггернаута. Поэтому Джиггернаут потихонечку начинает подыхать. Еще даже патч не вышел с нерфом, а его уже постепенно перестают пикать. Ну, хотя здесь еще не вечер. Фуэн могут позволить себе ласт пик даже керри героя взять. Тут без разницы. Ну, Зевсулю они отправят в мид. Он будет стоять против СФ. Это будет такой пассивный гейминг со стороны Зевса. Скорее всего, он даже гангать, наверное, никуда не будет ходить. Ему нужно будет фармить. Ну, если я правильно понимаю задумку Фуэнов, то, скорее всего, он будет просто стоять в миде и фармить, 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 фармить. Когда там хотя бы какой-нибудь... Ну, зависит, опять же, от выбора Зевса. То есть, он может либо Форстав себе взять, пойти кого-то убивать. Но это уже активный Зевс, получается. Форстав, Сулринг. Плавный выход в Блотстоун. Есть Зевсы, которые сразу начинают фармить себе Аганим с тапчиком Негрейженом. Ну, или там грейдит его по ситуации. Вот. И не уходят с миды. То есть, чисто рассчитывают на свой тиммейт. И редко-редко, если там какая-нибудь есть хорошая руна. Там хаста, например, для Зевса, это вообще топчик. Если учесть то, что он сам по себе не очень быстрый герой, то с хастой этот парень действительно может загнать кого хочешь. Ну, а второй саппорт отруидов мне, если честно, нравится. Но вот только непонятно, кого они из Севкерри возьмут. Тут могут быть много вариантов. Могут и Спектру взять, и Антимаг вообще прекрасно зайдет против вот этого пика турков. Поэн, поэн напикали здесь себе. Ну, Феникса взяли тоже. Но, блин, Феникс это ситуативный герой. Его сейчас стали часто очень пикать. Сварку летает у нас от друидов банд. Последний банд команды Фуэн. Феникса стали чаще пикать. Достаточно часто мы стали видеть этого героя. Потому что, опять же, команды поняли, что это полезный герой в нынешней мете. И что за него надо учиться катать каточки. За него надо учиться играть. Его надо включать в свои пики, в свой пул героев возможных для игр. Потому что Феникс, опять же, под теми же Спиритами может много проблем доставить. Яйцо поставить. То есть вариантов много. Ну, смотри, Джиггернаут улетает в бан. Мне кажется, Джиггернаута вряд ли бы брали. Несмотря на то, что Джиггернаут прекрасно себя чувствует с аппаратом на линии. Но, мне кажется, вряд ли Джиггернаута хотят друиды. Вот Антимаг, как по мне, это был бы лучший вариант. Да, очень опасная ситуация. Потому что все-таки Ласт Пик за командой Фуэн. И тут сейчас пикнешь какого-то среднего кэрри. Тебе возьмут и пикнут вообще какого-нибудь там... Ну, ту же Спик Тру или Нагу. То есть, ну, вариантов много на самом деле. Ну, вот Нагу могут сейчас спокойно Фуэн взять. Ну, вот Антимаг действительно друиды выбрали. Лучший вариант в этой ситуации это Антимаг. Все правильно делает Лауи. Ну, и чем будут отвечать? Антимаг это не тот герой, о котором я говорил. Да, это не средний такой кэрри. Это один из сильнейших кэрри-героев в доте. При должном фарме, при должных LP саппортов, при должном спейсе, да, создание места для фарма этому Антимагу, он может выйти к минуте там 35-40 и просто никого не ощутить. Ну, а здесь кэрри-воид. Посмотрим. Давненько я не видел кэрри-вайдов. Слишком давно. Ну, тут лотерея на самом деле будет, друзья. Тут будет очень многое зависеть от, во-первых, непосредственно темплея, это понятно, но в первую очередь будет зависеть от воида самого. Как он себя на линии поставит, будут ли ему помогать саппорты, выформит ли он что-то. Если он выформит, тут вторая лотерея начинается. Сможет ли он ловить Антимага в купол? Если он не ловит Антимага в купол, то он, допустим, там, ловит каких-то саппортов, убивает их, тогда ему надо убегать, потому что с Антимагом 6-ти слоту он воид не всегда может соревноваться, и у Антимага, мне кажется, слоты будут, по идее, быстрее появляться. Воид может выровнять фарм и выровнять ситуацию на карте с помощью Мидаса, Hand of Midas, приобрести себе и пытаться как-то выравнивать ситуацию, но и то это может его тоже не спасти. Через 30 секунд Лауи сказал, что лавкашет у них человек. Мы подождем, у нас есть время на аналитику. То есть, достаточно сложная ситуация сейчас, что у друидов, что у Фуэн. То есть, воид, да, он сильный кэри, забытый кэри, подчеркиваю, потому что, вспомните, допустим, там, ну, тот же Интернешнл 3-й, да, воид был почти в каждой игре, это считалось нормой. Какие джиггернауты, какие тролли, там, вот, войда пикнули и все, окей. Так, ну, подключился у нас уже последний. Ну, давайте озвучим быстро команды. Команда Друидс, напоминаю, что это шведский коллектив. Лауи сыграет на Антимаги, Элемент сыграет на Венжи Фулспирити, Шоколейд сыграет на Эсефи, Стандином Смул Гулик сыграет на Бэтрайдере и Айсберг сыграет у нас на Аппарате. Ну, смотрите, Айсберг, какого героя себе, да? Ну, не себе, а вот Лауи ему решил такого героя пикнуть. Ладно, это была команда Друидс. Ну, и что же, что касается команды Фуэн-Фуэн, Л4В сыграет на Зевсе, Джейуи сыграет на Фейсерс Войде, Мамаклаб с Тандином сыграет на Фениксе, Косигин сыграет на Леоне и даже Готт, опять же, с Тандином сыграет на Шейкере. Так, ну, вот какие-то проблемы у нас. Сантимейдж отключается, Лауи вылетает, вот Пикпл сам себе кэрри, вот Друиды очень часто делают вот эту ошибку, они отдают Лауи главную роль фармящего героя. Это очень плохо иногда бывает для команды по одной простой причине, потому что Лауи должен следить за картой, он должен понимать передвижение по карте, он должен понимать, где стоят варды. Ну, то есть я возможные точки нарисовал, где вот, допустим, он должен постоянно там камеру вот так подключать, да, там, смотреть там, что происходит. Ну, если вард, естественно, есть, потому что свежена нету. То есть он должен стараться как-то смоки покупать, вардировать, командовать. А когда он просто райдкликает, это бывает тяжело, потому что просто райдкликать, это мало сказать, да, то есть ты стоишь на линии, по-любому тебя харасит, тебя могут еще пойти гангать, то есть тебе надо стоять, райдкликать и следить за тем, чтобы тебя не загнали, там, под чужую вышку, не загнали вообще, не зашли в спину, не убили, не захарасили сильно, чтобы у тебя всегда был отхил. То есть, ну, сейчас посмотрите просто, как вот Мамакла будет на Фениксе стоять против антимага. И мне кажется, вот могут попробовать развести треплу на треплу, то есть отправить Феникса стоять против Бэтрайдера на топ, а самим отправиться в свой дом стоять вниз против антимага. И тому и тому подфортить фарм, потому что антимагу, ну, левел, естественно, нужен, мы это все понимаем прекрасно, ну и помимо левела, естественно, фарм. Ну и воиду фарм с левелом тоже нужен. Ну, это кэри герои, в принципе, что я вам объясняю, это и так должно быть понятно. Ну что, идут потихонечку навстречу друг другу команды, будут встречаться здесь на топе, Бэтрайдер уже летит с вардом, ну, тупо будет сейчас если он поставит. Ну, вот зачем, зачем? Воид сразу попикает, что вот где-то здесь, да, в этой части стоит вард, и его просто пойдут и задевардят при желании. Ну, желание-то есть, нет денег на центришники, как только появятся, сразу задевардят. А вот Феникс поставил, и об этом, походу, не в курсе Лауи. Топориками тут орудует, орудует топориками, молодец. Тимейдж. Дорогу себе прокладывает. Ну, вот пикают здесь на ребят, возможно, уже хотят идти драться, но тут шейкер с фиссурой. Вот если шейкер сейчас просто на развороте дрался бы, да, вот он по-троим попадает в фиссуры, но вот сейчас может умереть. Линга в погоню. Челингтачем. Ну, две тычки еще надо. Две тычки надо. Вот второй стан полетел. Раз... Та, та. Та, что же это такое? Ошибаются у нас элементы очень сильно. Так, ну что, в миде у нас будет стоять Шоколейд против L4V. Зевсуля тут, конечно, пока пытается как-то СФ разминать. Саппорты отправились помогать антимагу, потому что антимаг против Феникса может и не выстоять. Ну, хотя, почему нет? Монобрейк у него есть в единичку. Вот появился Блинг и, в принципе, он может даже этого Феникса пытаться гонять. Почему бы и нет? Ну, и теперь, на самом деле, на этой карте будет происходить состязание грамотного фарма и грамотного ганга. Потому что Войт, он такой герой, он может фармить и выбегать раз там, сколько секунд? В 60 или... Ну, вот раз в 130 секунд, да, он может выбегать, ставить купол, убивать кого-то и идти дальше фармить. Антимаг же, в принципе, тоже может там кого-то пойти убить, но ему все равно надо больше времени на то, чтобы нафармить какие-то коры, темы. То есть, ему, как минимум, надо манту, БФ, ну, и там уже по ситуации Владмирс, БКБ, Бабашер уже сразу, то есть, вариантов много. Ну, и экспица, экспица. У нас здесь Бэтрайдер. Плевает издалека на Апалмом. Пытается как-то воровать экспу, но тут Шейкер пытался закрыть. На Файерфлай у нас Смуфдик пытается куда-то улететь. Я думал, его здесь будет цеплять, но убили Феникса. Элемент зарабатывает ФБ для своей команды и это хорошо. Это хорошо. Отводы здесь делают. Ну, Феникс загулял, я так понимаю. Давайте посмотрим, что же все-таки там произошло. Ну, вот таблица дэмэджа на ваших экранах. Там и Стан залетел, и Кулфит. В общем, поймали его. И Бэтрайдера там пытаются поймать и тычка последняя залетает. Да. И 1-1 счет становится сразу. Ну, вот Бэтрайдеру здесь тяжело. Против двух Станов Хекса тут контроля много. Тут еще и Башу У Войда есть с Таймволком. То есть тут Бэтрайдеру делать будет нечего через минут так 5. Это точно. Ему надо левел заработать и идти стараться фармить отводы. Это будет самым грамотным решением. Ринг оф Хелт есть уже у Лауи. Пытается он регениться. Но Спирит по нему все равно залетает. Просто атак спит у него становится шей. И за счет этого ему очень тяжело стоять и ластхитить. Ну, в принципе, неплохо справляться. 17 крипов у него. У Войда 15. Там в миде убивают у нас СФ-чика. Ну, то, о чем я говорил. Игра саппортов. Косигин неожиданно перебазировался. Его, правда, сейчас будет аппарат отца убить, но нет, вторая точка в мисс и там уже ему спида не хватало бы. Да-да-да, тут с Тапчиком уже ли он, смысла бежать за ним особо и не было. Ну, вот, отдают СФ от своего ребята-друиды. И это плохо. Зевсуля уже с банкой и 700 монет, почти 800. То есть, может уже в какие-то дальнейшие артефакты выходить. Возможно, это даже какой-нибудь Юл будет с даггером. На Зевса он тоже неплохо заходит. Но, опять же, если это будет Зевс Нюкер, если это будет Зевс Прокастер, да, который будет собирать там Аганим, Рефрешер, то там немножечко иные артефактики нужны. Ну, что, Феникс может сейчас себе Руну Регену здесь забрать. Да, правильно делает. Забирает Руну Регена. Бэтрайдер ретировался фармить стаки в лес свой. Ну, правильно, правильно. Ему там делать нечего, ребят. Его там будут убивать. Он это прекрасно понимает. Тут Шейкер уже третьего левела. Тут Леон третий. И тут Войд, как я уже говорил, с Башем и Таймволгом. И тут погоня за Зевсулей. А Зевсуля вот так Вингу убивает через верхнюю и будет сейчас пытаться убить еще и Айсберга. И он может это сделать. Да! И ошибаются в очередной раз друиды. И 4-1 даблкил для Зевса. 1600 монет у него моментально появляется. И вот такими темпами можно и проиграть эту игру. Потому что Зевс с Агонимом ранним очень неприятная штука. Нет, он решил себе все-таки Арканы сделать. Ну, Саевови играет, правильно. Наглеть тоже не стоит. Просто Блудстоун здесь опасно собирать, потому что вот тут товарищ Интимаг есть. который будет выжигать ману и потом просто ману-воидом отправлять тебя в таверну. Так что с этим ошибиться тоже можно. Достаточно сильно. Ну что, Винга может попытаться сделать отвод. Нет, уже не успеет. Да, в принципе, крипы и так по Тауру прибежали. Лауи пытается тут как-то добивать по Тауру. У него, в принципе, хорошо все идет. У него есть топорик, как я уже говорил, Ring of Health. Он старается фармить 36 крипов у Воида тем временем. То есть, Воид уже начинает немножечко отрываться. У него уже Аквила есть, Доминейт и там Зевс. Ну вот, Зевс просто заходит и убивает. Против троих Соло Зевс. Вот вам вся наука. Стоит здесь Центришничек и стоит здесь Апсервер, который позволяет Не Воиду, Зевсу наклить. Ring of Regan он себе купил и Это Soul Ring. Да, Dead Soul Ring будет. Забудили Боттл. Да, ну так, когда же это пофиксит, я не знаю. По идее, это глюк игры и его нужно фиксить. Вот Мама Клаб неплохо отыгрывает тоже на Фениксе, загоняет здесь Антимага, а Антимагу нужна хелпа и ребята это понимают, но и Сэфу в миде нужна хелпа, потому что он не может пока ничего сделать Зевсу, у Зевса уже есть ультимейт и подставляться вот не хочется под верхнюю подставиться можно и так далее и тому подобное. Да что же это с микрофоном постоянно он у меня что-то на стримах стал выключаться. Ладно, бывает такое. Ну что, Феникс идет по чужому лесу, будет пытаться наверное кого-то здесь поймать, может быть он думает, что здесь Бэтрайдер где-то загулял, но Бэтрайдер уже на топе и инфа об этом должна быть, то есть думает все-таки Сэфчик может быть где-то. Ну, Феникс пятый, вот начинает спиритами раскидываться, но здесь он может не уйти, да, ему надо улетать, а вот Леон может сделать фраг, да. Леон делает хороший фраг, Шоколейд вынужден отсюда уходить, спиритами по нему не попали. Так, что у нас вот тем временем? Мне интересно будет ли он делать себе Хэнд оф Мидас? Нет. Он купил себе Морбит Маску и это будет Мом, да, ферст итемом, потом ПТшки нужно ему обязательно затарить. Ну и Фениксу сейчас, кстати, пустили его шестой левел под Тавар, он сейчас здесь крипов подбивает, получит свой шестой, получит яйцо и может уже идти куда-то пытаться помогать. Вот Леона оставляют на миде, Леон боится, правда, близко подходить, но вполне может себе это позволить, потому что здесь вот СФ ушел в леса фармиться, у него ПТшки 1200 сверху, наверное, ИУ и будет все-таки делать здесь. Хотя я бы, наверное, подумал о дагере каком-то, потому что дагер будет пополезнее, чем ИУ в данной ситуации. Тут надо запрыгивать и наносить много демеджа, пытаться как-то Зевса сразу зафокусить. Но Зевса сложно будет убить сразу, возможно, он работает качественно, он с дагеров прыгнет, но дагера, опять же, мы не видим. А Войт уже седьмого с Момом готов в принципе убивать. Вот тут есть Шейгер со второй фиссурой и могут сейчас убить, могут сейчас убить Бетрайдера спокойно. Но пока не хотят, пока не хотят, купол оставляют на более цены каких-то героев. Зевс вообще просто стоит соло-мид, его абсолютно никто ничего не хочет делать, у него 4-0-0, это охренеть, как много на 9-й минуте. Я не знаю, что Зевсом будут делать, потому что он, по всей видимости, будет все-таки делать себе, наверное, Блудстоун. Ну, тут пока нельзя угадать, может быть, все-таки вагоним. Вот со вторым этапом, смотрите, как нашел Абсервер и Девардит его. Ставят здесь Айсберг. Вард, ПТшки у антимага и 9,5 минута. Он до 15-й должен себе ПФ сделать, тогда будет все по таймингам. Смотрите, Водит уже с ПТшечкой, с Момчиком, с Аквилой, 100 монет, и такой Водит может запрыгнуть и убить любого сейчас, на самом деле, потому что Зевс еще может ультануть, Шейкер его, если что, охранял, мог там как-то помочь. Смотрите, тут погоня, просто Хекс дают шоколада, надо пытаться убить Леона, Физура хорошая, по СФу, Мана Войт, здесь еще полетал немножечко Феникс, Бэтрайдер прилетел, не знает, что ему делать, да господи, ну, дал бы уже лосо или бочку какую-то, ну, что вот это, какая-то неразбериха прям у людей. Ну, антимагу дали фраг один, хорошо, хорошо, это хорошо для команды друид. Плохо, что АСФ опять потеряли, 0-2 у него, это ужасно. Вард агрессивный стоит, поэтому видят, что здесь одна венга, и вот так там Вайда летит, ну, о чем думает венга, ее сейчас просто опять же могут убить, но просто у Вайда уже купола нет, поэтому не убили. Бэтрайдер почти-почти с даггером, здесь заход будет скорее всего на Т1 вышку по миду от команды ФОН. В принципе, я не вижу никаких препятствий, Войд на топе фармит, они могут вполне стоять, похарасить тавер, поразводить на деф какой-то. Ну, вот, Бродсворд летит уже антимагу, и остается ему 600 монет, 700 до заветного артефакта. Тогда он сможет уйти в леса, фармить, стаков, правда, уже нету, стаки все умерли в счет даггера Бэтрайдера. Но даггер действительно нужен ребятам сейчас из команды Друидс, потому что здесь нужно, как минимум, лассассировать пытаться Войда или Зевса, это 100%. Ну, залассассируешь, если быстро не убьете, будет яйцо, будет купол. Все. Вариантов немного, на самом деле. И друиды это прекрасно понимают, поэтому вот антимаг возвращается, 12-ая минута, но должен успеть до 15-ой выформить, я думаю. Феникс тем временем покупает Глоссов Хейст, и это будет выход в Медас плавненький, но выход в Медас хорошо. Меня пугает вот этот товарищ, у него уже Митрилхаммер, и когда антимаг будет только с БФ, ему у человека уже будет три слота. Ну, Аквилу на такой минуте можно считать за слот, ребят. И с Мейлштормом он будет здесь абсолютно любого убивать. Тут вот этого можно заговырять, просто прийти сейчас спокойно. И я не знаю, чем просто будут нападать друиды. Они взяли антимага, которого я им так советовал, но чем они нападать собрались? Они Войду абсолютно ничего не делают. Войд фрифармит, у него 116 крипов, давайте посмотрим на нетворсы. Ну, я думаю, уже можно. 6-900, 7-000 почти у Войда, и вот на тысячонку отстает у нас Лауи. Ну, без БФа он. И пропустил я смерть, очень важную, Зевса в миде убили, и сорвали с него достаточно много золота, тут пытался как-то помочь Шейкер с Косигином, но у них ничего не получилось, 700 золота. Неплохо. Т1 вышка на топе падает, Войд ее забирает, прилетели сюда ребята, но драться с Войдом, понятное дело, у них силенок сейчас не хватит, тем временем Мэлшторм уже летит Войду в Куре, здесь Кура прилетела в потайную, два Войдстоуна, просто посмотрите. Ну, вот он купол, вот он минус 1, вот она ульта Зевса, и вот он минус 2. Вот Кэрри Войда. И Кэрри Войд имеет 3 слота, как я уже сказал, 11 левел, Мэлшторм, и 8 200 Натворца на 14 минуте. Нельзя, нельзя так сильно надеяться было на антимага. Что этот антимаг будет делать? Ну, прилетит ему сейчас Войдстоун, окей. Появится БФ, что дальше? Пытаться Зевса убить, Зевс пошел все-таки в соултбустер, это может быть небольшой ошибкой. Потому что для антимага всегда, чем больше МП, тем лучше, тем больше дэмэджа он нанесет, поэтому это дело такое. Ну вот смотрите, тут Феникс в инвизе. Хочешь попытаться Айсберга забрать? Вот Айсберг поставил здесь Абсервер, возможно Феникс даже об этом знает, если лэфткликнул на него, Зевс может сверхний просветить и в принципе могут забрать. А тут уже Блудстоун готов. Да. У Зевсулика. Ну, мне интересно чисто графики посмотреть, он царит, по экспе ровненько, а вот по голде проигрывают ну в принципе тоже немного друиды. А по экспе даже друиды немножко в плюсе, но понятное дело они фармят, 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 а тут пацаны двигаются постоянно. У Шейкера Soul Ring, у Зевса появляется Блудстоун. Ну что, будут драться идти, или все-таки будут еще фармить? Не заданая у нас Феникс задает на вышку по боту, но ничего страшного. Антимаг пошел уже с БФ фармить, Лауи понимает, что нужно ускоряться как можно быстрее, я думаю, он даже не глядя уже понимает, что он отстает по Нетворцу очень сильно. Мне интересно, что делает вот этот товарищ. Вы играете против Войда? Нет, ладно, видели Войда на топе, тогда ладно, я думал Войд в лесах где-то, ну вот Войд в принципе летит на мид исполнять мою фразу, да, и это фраг. В ветрах правда летает у нас ССФ, но это его все равно не спасает, правда Джауи неплохой ультимейт от аппарата, здесь врывается у нас Лауи, неплохой эхо слэм, Зевс до сих пор живой, сколько же прокаста, плюс яичко, бежит элемент, пытается, но нет, слишком много дэмэджа, слишком много дэмэджа, хотя Бэтрайдер там тоже неплохо погорел, выживает у нас Феникс, улетает отсюда, меда сразу же приобретает, ну и 3 в 2, 3 в 2 и Войда и то по счастливой случайности забрали, можно так сказать, потому что там аппарат неплохо попал ультимейтом, ну в принципе как неплохо, он его целенаправленно кидал в купол, чтобы как-то Войду помешать, ну и вы видите ситуацию на экране, 850 золота зарабатывают Фуэны с учетом разницы и грубо говоря 1700 опыта, это неплохо, ну и драка это была в принципе без антимага, антимаг вот уже морбит масочку, все-таки Владмерс будет делать, молодец, вот таких антимагов я люблю, он понимает, что здесь игра будет на сплитпуше построена и ему нужен этот Владмерс, но тем временем пока там говорят и думают и мечтают о Владмерсах, тут Джауи решил забрать вот так Рошана просто на окно, а что, смотрите, не так уж все плохо у Войда, есть Кристаллис, это будет Дейдалус, это будет Войд на бешеный дэмэдж, в этой ситуации это достаточно правильное решение, ну, саппорты вообще не будут выживать, там, двух ударов будет хватать антимаг, тоже ему будет больно и неприятно, единственное, что антимага здесь может спасти, это бабочка какая-то с Абисом и хороший тимплей, вот, продолжает расстреливать айсберг ультимейтами, забрали здесь феникса, все-таки поймали, через лассу убили, хорошо, антимага зарабатывает, нет, ассист не заработал все-таки антимаг, не успел он там, был занят, ну, здесь размен будет Т1 на Т1, скорее всего, тут тавер 700 хитов, ребята еще могли попытаться бы подефать, ТП есть, у антимага есть Владмирс, но нет, нет, отдают, отдают вышку, прожимает глиф, он все равно откатится моментально, после того, как тавер упадет, поэтому, в принципе, все правильно делают, подзадержали здесь Зевса, Зевс ДД, 10 зарядов в Блудстоне, может выходить в Аганим, если сильно захочет, мне кажется, Зевсу Даггер бы не помешал бы здесь, вот правда, если у него будет Даггер, он будет себя чувствовать хорошо, Косигина здесь нашли иллюзии Бэтрайдера, почему вот в две иллюзии сразу ведешь в одну точку, разводи контроль иллюзии, Леон может перепугаться, подкопать и дать Finger of Death никуда, между прочим, а вот здесь яйцом и фиссуры будут шоколада убивать, еще ультимейт, неплохой отзывца, ну и высвапывает его элемент, спасает, подставляется под купол Вайда, бочка еще полетела, Т1, видите, сейчас будет тоже падать, друиды теряются, теряются на этой карте, не ожидали, может, Войда увидеть в пике противника, скорее всего так и есть, турки давят вот этим Войдом, Даггер действительно у зевса появляется, он делает правильный выбор, следующий артефакт, наверное, было бы все-таки неплохо, взошли бы здесь ветра, ветра поднялся, попытался с Даггера уйти от антимага, все, наука на самом деле простая, но за антимагом выехали, это слабо сказано, он слишком подвижен, фиссура не точная, тут еще пытался Феникс как-то посветить своим лучом, знаете, как фонариком в кустах просто посветил и в итоге понимает, что никого не найдут, а вот теперь антимага могут цеплять, потому что Даггер есть у Леона, выпрыгнули из Смука, дали Хекс, подкопали и убили, в принципе, все просто, я уж не говорю о том, что Войт просто может прыгать и в куполе выбивать победного антимага, антимаг сейчас вообще кусок по сравнению с Войдом, несмотря на почти небольшую разницу по Нетворсу, ну, смотрите, какая фиссура хорошая даже года, по троим сразу заходит и отгоняет отсюда друидов, тут Хаста, надо Бэтрайдеру ее забирать, да что ж, так стесняться Бэтрайдер, отводики здесь под Боевого Террора фармит у нас Лауи, 2 100, кстати, у него Яша, можно сказать, уже есть, да, вот он себе ее должен нести, да, это Яшка будет, ну, хочет ускорить свой фарм, Смул Гуликс забирает у нас, Хасту, и надо Джауи попытаться было убить, ну, блин, ну, что ж так все боятся, его бы увезли на Форстафе, тем более, у Бэтрайдера есть, вот куда-то вот сюда бы его увезли, бы зафокусили, быстро бы убили, под Кайлами, под всей вот этой ерундой, тем более, он под Момом был, ну, можно было бы постараться, ну, все, теперь сплитпуш, теперь сплитпуш, и надежды на то, что Лауи грамотно будет играть, не подставляться, слушать своих тиммейтов, смотреть, чекать все время карту, тут либо Хекс, либо Купол, и Лауи умирает, его, в принципе, ничего здесь не спасет, но вот инфа есть о том, то, что вводит у нас на Миде, а вводит нагло, у него Аегис и Купол, он вообще сейчас ничего не боится, но вот понимает то, что сплитит, сплитит и Лауи, и надо лететь на том, против сплита, вот грамотно играть, это 1-2 под сейф тп, всегда на антимага нужно иметь с собой, в одной простой причине, потому что пока ты там ковыряешься, пытаешь какого-то там эсэфа в Купол закрыть, вместо этого Винга высвапывает этого эсэфа, и ты в итоге Вингу убьешь, а эсэф под БКБ раскастовывается и дает тебе две тычки, и ты умираешь, то есть, сейчас надо сосредоточиться ребятам, Фуэн, да, победа, типа, они думают, что у них уже в кармане, потому что антимага это такой герой, которого нельзя отпускать, и Лауи, несмотря на то, что он плохо себя ощущает на этой карте, не уверенно, у него Крепстату одинаково, правда, с Вайдом, но все равно, он не уверенно себя ощущает за счет того, что есть Дегера всякие, Хексы у Леона, ну, врожденный Хекс, хоть и в единичку, но этого достаточно, БКБ там, кстати, появляется. Опачки, закрыли у нас Бетрайдера, но это фраг. Да, быстрый фраг для Джауи, теперь у него нет купола, и вот теперь можно зайти на Т2 по миду, потому что Бетрайдера тоже нету, типа там Шейкер на топе отдефывает, но сплитит, сплитит Лауи, уверенно сплитит, и три игрока команды Друидс дефают мид, у Джауи нету купола, типа, но тут Зевс, Зевс тоже без ультимейта, надо пытаться убивать, надо пытаться убивать, стан дали по Джауи, культа аппарата, неплохая, Джауи нужно бежать отсюда, Джауи нужно бежать, Мама Клаб раскидывается спиритами, Л4В тоже уходит, и вот два по ЦФТП, то о чем я и говорил, давайте посмотрим, сколько вышечку наковырял, ну, 600 хитов, грубо говоря. А антимаг все делает грамотно, заметьте, да, то есть у него есть там портал скролл, и он все время на скроллах летает туда-сюда и грамотно сплитит. Это единственный просто вариант игры сейчас для друидов. Если бы антимаг просто фармил бы где-то в лесах, как это обычно делают, паповские антимагы, то друиды просто проиграли бы. Потому что там слишком быстро бы воид забрал бы и Т2, и сторону могли, в принципе, зайти забрать с Аегисом-то. Чего бояться? антимаг уже с ультимейт-арбом, это будет выход в манту плавненький, ну, тут будет пытаться поймать Джауи, а Джауи под Момом, высвапывают, а бочка мимо, а бочечка-то мимо, Джауи в итоге полуживой, вернее, не полуживой, а живой, и убивает еще элемента, но тут Зевс пытался состилить, подсветил всех Зевса на карте, и вот ребят понимает, понимает, то, что нужно идти убивать, гнаться, сбивать ТП надо, на самом деле, пытаться. А там, по-моему, Вэлл у Дискорд, у Зевса, если я не ошибаюсь, это минус 2, больше никого не нашли. Нет, стоп, а у кого Вэл у Дискорд? У Феникса Вэлл у Дискорд, вот оно что, у Зевса вообще рядом не было. Ну, друиды слишком плохо, слишком плохо играют. Пытается изо всех сил Лауи, пытается, но вряд ли что-то получится. Ну, есть, в принципе, еще 3 внешних Таура, которым нужно упасть, да, которых должны Фуэн и разрушить, прежде чем заходить на ХГ, но это мое мнение, потому что, ну, минус в сторону делать и оставлять внешние Тавра, это достаточно глупо. Косигин полетел на бот, дает Хекс, хорошо, подкопчик, подкопчик, таймингово, высасывает ману, купол, и это фраг. И воид доминейтед, воид доминейтед, и что делать? Манта так и не появилась у антимага, по всей видимости. Нет, нет, появилась рецепт просто в Курьере, да. Он успел себе 2 ТП купить перед смертью, ну. Да, кстати, звук надо в ДОТ-ТВ пофиксить. Дурацкий глюк. Вот так, я думаю, должно быть слышно достаточно хорошо. И БКБ воид будет себе делать. Просто царский воид, у меня прям слов нет. Деидалус, Мэлшторм, и БКБ отличный набор для этой игры. Правильные артефакты выбирает. Венгас с Пойнт Бустером? Аганим, серьезно? Очень давно Венгу с Аганимом не видел. ИСФ вообще провал этой игры. Если, возможно, Фуэны отдали бы шторма бы вот того, возможно, все было бы хорошо у друидов, но, блин, ИСФ это такая рвань. 0-3-4, и он абсолютно бесполезный кусок. У него почти 200 крипов, и он ничего не может сделать со своим Нетворсом. У него 10 тысяч, и чё, он все равно никому ничего противопоставить не может на этой карте. Варды, кстати, заметьте, какие имеются у команды Фуэ, но они доминируют, поэтому вольны ставить такие варды. Ну, и вижен команды друидс. Я бы не сказал, что ужасные, но немного похуже. Ну, вот. Видели только, что воид зашел. Знают, где воид. Вот он у БКБ, до Рошана 20 секунд по таймингу. Сейчас крипов убьет, залетит вот сюда и убьет очередного Рошана. А там еще и ДД есть. Вот. Я б юзал бы ДД, отпивался бы, убивал бы, забирал бы Егис и просто ушел бы кого-то убивать. Айсберг просто здесь заныкался в кустах, потому что он понимает, только выйдешь здесь какой-нибудь Хекс, Даггер, смерть от Леона, все дела. По Войду попал, должен, значит, он знает, что будет здесь присутствует. И пикают, пикают на Рошана уже, а тем временем, что, что вот делает товарищ Шоколад, у него 36 душ, вот здесь попытаться, разультоваться. Да, вы скажете, там купол у Войда, ну а что делать с Войдом? Теперь все, отдавать просто Рошана? Войд просто это такой герой, если кто не помнит, его очень давно не было вообще в пиках. Ну вот, Зевс еще и просветил всех изи Рошан для команды ФОН. Турки молодцы, качественно отыгрывают. Так вот, если кто не помнит, Войд это такой герой, который вот с таким вот затаром это уже машина для убийств. Ему слоты абсолютно разнообразные заходят, и он качественно себя реализовывает с любым слотом. То есть даже с Аганимом я видел катки Войды вытаскивали с оффлейна Аганим с Момчиком, ПТшщиками и там уже в конце Мэйл Шторм какой-то. И такой Войд полезен. Ну, конечно, не настолько, как этот, но все равно. Очень хороший герой. Вот плохо, что его понерфили, конечно. Многие говорили, что пора, пора. Но и что вы получили в итоге? Войдом надо было хотя бы угадывать, как-то пытаться запрыгнуть, хороший купол поставить. А сейчас просто получили тролля с Аскадия, с БКБ, который просто заходит и всех убивает. Куру убили. Загуляла где-то курочка у друидов. Тимак продолжает фармить. Даггер есть у ИСФ, а у Бэтрайдера у Бэтрайдера. Ну и будут сейчас потихонечку выдвигаться, ребята, из команды Фуэн заходить на Д3 вышку по топу и пытаться ее уничтожить. Да, вот Джауи заходит, Вейвов Террор, Бочка под Бомчиком. Да, вроде бы и больно, но Тавр очень быстро начинает сыпаться. Прожимается Глиф. А здесь Зевс. Здесь Зевс 14-го левела, у которого есть Даггер, если Абилион Став это будет Рефрешер. И Зевс может сейчас дать очень хороший прокаст. Там, правда, засплитил немножечко Лауи. У него есть ТП, он может позволить себе еще и обратно вернуться. А что он делает? Мид пойдет сплитить? Сторону менять будут на Мид? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот то, о чем я и говорил. Джауи ошибается. И его увозят в Лассо, но, правда, забывает о том, что там еще и купол есть. И вот, вот она ошибка от Войда. Плевать то, что у него есть еще и Аегис. Ошибка была. Джауи! Как раскастовываться? Сейчас Шоколад грамотно играют. Ну, нужно пытаться еще здесь Л4В цеплять с Косигином, но нет, нет. Тут Феникс яичко поставил. Войд Столб. И вот эта ошибка. Вот эта ошибка, которая приносит 2700 опыта и по золоту вы сами видите. Заработано достаточно много. 1800 золота. Вот она ошибка, о которой я вам говорил, чем отличаются Войды, за которых Изи играть и тролль. За тролля ошибиться достаточно сложно. Ну, разве только с даггера запрыгнут на ХГ, да, и там тебя зафокусят, убьют. Ну, и то. А вот все, купола не было и Войд уже становится куском, потому что он прожимает момчик, он получает больше урона в лицо, если он за купол никого не убивает, соответственно, купол потерян. И ему натыкали, ему натыкали, ему натыкал СФ с ульта. А СФ это такой достаточно хороший герой, который может бодаться с Войдом. Там бабочка должна появляться и у антимага, и у СФа, и вот МКБ, наверное, стоит сейчас Войду подзатаривать потихонечку себе, пока не поздно. Ну, смотрите, шейкер здесь с тотема, просто с фиссуры разбирается. Просто элемент не ожидал, вот просто вот так хранили, мокрое пятно растеклось по карте. Ну и давайте графики посмотрим. По XP все, в принципе, как по мне, ровно идет, нельзя отметить кого-то больше, кого-то меньше. Ну, по голде, опять же, друзья, 5000 для 33-й минуты это не столь огромные бабки, тут динайд еще Зевс. Это не столь огромные деньги, конечно, неприятно, но, опять же, 3000 разницы мы видим, да, то есть, кэри героя, все остальные, в принципе, ровненько идут. Ну, там, разве только айсбергу совсем худо, на 1100 отстает на дворсу. Он аганим хочет, у него полаганима есть, он там наумирал, по-моему, тоже достаточно, да, 154 у него. Но друиды огрызнулись, и это хорошо. Вот теперь будет мандражик, будет мандражик у Джауи, что он опять что-то не так сделает. Он прыгнул просто вслепую, вот сюда, думал, что здесь кого-то поймает. Ну, возможно, даже доля везения сыграла друидов, да, фортуна помогла им. что они там не стояли. Да, в принципе, стоять, блин, рядышком, втроем, вчетвером, вообще, в принципе, два героя не должны находиться достаточно близко, если играете против Войда. А там, помимо Войда, еще и шейкер есть, неприятный товарищ с эхослемом, который, кстати, себе ветра делает. Ой, как хорошо! Сейчас играет, браво! Хорошая лассо, и Джауи отправляет в очередной раз в таверну. Вот так собрались, шведы, молодцы. Тараска. У, антимага будет. С одной стороны, это правильное решение, но я не вижу МКБ у той команды. Почему не бабочка? Почему не бабочка, не понимаю. Да, там криты, но месов должно быть больше. Месов должно быть больше, и Войда бы промахивался, мне кажется, в куполе. Ну, хорошо, Тараска в любом случае хороша против МКБ про кастом, это все прекрасно знаем, и теперь Зев с рефрешером не так хорош, потому что антимаг просто с пленка отходит, регенится, и идет дальше драться, а ультимейта уже нету. Вот, Манта прожимается, прожимается яйцо, и Плауи просто уходит, просто уходит, тут байбэк, Войд делает, купол, купол ставь, развели на байбэк, отлично играет, если они сейчас просто уйдут отсюда, раскатят как-то этого Войда, но вот правильно элемент все делает, лучше, лучше отдаться, вот это зря, вот это зря, нет, ушли, вот это было очень хорошо, они развели Джауи на байбэк, теперь байбэка не будет 6,5 минут, у него 2,300, он типа потратил уже деньги, ну ему надо собираться, потому что если он сейчас еще раз умрет, то это будет камбэк, очень огромный, ну по XP смотрим, 2,5 это вообще ничто, ну и по деньгам уже опять же в нулях, то есть вот она, вот она нынешняя мета, нынешний патч, 8,21 и почти по деньгам и по XP все ровно у команд, то есть убили они там 10, 11, 15 раз кого-то в начале абсолютно никакой разницы не имеет, потому что в лейте один раз или два раза уже умер Void и на этом все заканчивается, ну вот он купил себе действительно Demon Age, он будет выходить в МКБ, ну а там сюрприз его ждет, это будет все-таки Тараско от от Antimaga Ну уже наверное прочекали Antimaga вот два ТП закупается и на мид, на мид надо лететь, драться здесь Т2 еле-еле живое, тут Wave of Terror издалека Джауи давай же купол какой-то мы от тебя все ждем этого купола только хороший на этот раз нужно постараться демиджа-то у Void очень много если он ловит всех ой как хорошо Лауи прилетает сюда в купол ай-яй-яй элемент сразу высвапывает в ветрах летает Mama Club здесь Fissura Finger of Death случая добили ну и крипы в итоге вышечку наверное заберут нет SF denied издалека шоколад опять же не вижу SF в этой игре при большом даже желании все равно его не наблюдаю 035 у него и не видно его ну так 715 крит по крипам залетает каменоголовый еще не стоит когда появится надо будет обязательно Void идти забирать только что выкладывать вопрос возможно Зевсу какому-то отдадут Аегис возможно но лучше конечно Void Void зашел побил без купола без купола а после смерти сразу поставил купол и попытался кого-то там убить лави лави бегает 2600 на руках башер башер надо покупать пора бы пора бы уже задуматься о покупке башера Владмирс можно было бы уже бы продать по идее но лави он нужен потому что он купил себе вроде бы и Тараску которая хилит но нужен также и Владмирс который дает необходимую ему ауру он и отжирается в бою ну и также конечно же там арморчика отдают действительно гему феникса с тем учетом то что играют с Девсом в команде как по мне выброшенные деньги ну вот надо попытаться вот здесь где-то стоять бэтрайдеру залететь и вытащить вытащить Void и попытаться его зафокусировать самое главное поймать этого Void пока у него нет байбэка пока он под мумом да он купил себе МКБ но опять же если его ловят МКБ ему ничем не поможет МКБ это не бабочка она не дает мясов да и тем более мясы Void покупать самое такое скверное дело у него неплохо и бэктрек работает даже получше иногда чем блюр фантомки ну не в процентном соотношении понятно блюр фантомки 50% здесь всего лишь 25 но знаете на личном опыте проверено что иногда лучше но вот айсберга здесь нашли да Void куда-то запрыгивает будет пытаться Лауи поймать Лауи здесь скорее всего приплывет тут наперед уже можно было бы купол давно ставить не понимаю я чего ждет у нас Джауи тут вот яйцо потрачено в итоге вообще просто потратили все что могли в никуда что сейчас делают фуэны я не понимаю либо они сильно поверили в свою победу феникс купил себе плэтмейл кстати неплохо держится на карте 11000 творца но и бэтрайдер недалеко ушел бэтрайдер тоже недалеко ушел наконец-то выформил свое бкб вот бэтрайдеру надо пытаться в куполе не стоять как он здесь затупил немножечко вроде в лосо взял ему надо было вот так лететь а он залетел именно в купол и в итоге стоял там еще доли секунд но все равно время-то драгоценное ну и что элемент просветил джауи увидел косигин дает фингер оф дэд лол прыгает с даггера подкапывает и это оунич ну и что где купола где куполешечки разультовывается успеет джауи купол господи что это за купол какая какая рвань какая рвань с этим куполом лауи сейчас будет просто уничтожать всех на зевса ну почему он не пошел на зевса он бы убил бы спокойно здесь в итоге размен джауи умирает без байбека друзья это это просто фуэны ошибаются ошибка за ошибкой лауи живой лауи живой лауи с тараской лауи с владмирсом и лауи забирают аегис без шансов без шансов просто яйца еще нет 12 секунд можно попытаться можно попытаться можно попытаться испугали хорошо отошел все происходит на варде фуэны полностью видят что с чем сейчас занят товарищ лауи что зевс хочет сделать верхний я понимаю просветить но вард стоит ты и так видишь делать антимагу с магическим резистом что-либо это глупо ну вот начинается драка л4в погибает то чем я и говорил воид монобоид в него залетает вот он блудстоун да он быстрая рестница у него есть травела может сюда попытаться вернуться здесь мама клап воюет но здесь стан бочка хорошая минус мама клап отличная игра 23 тысячи нетворца кстати у лауи байбеки на ваших экранах через 11 секунд вроде бы байбек уже бы и был у воида но к сожалению там не хватает 500 золота ой какой хороший эхо слэм ай-яй-яй-яй ай-яй-яй-яй как ошибаются сейчас на этот раз уже друиды как ошиблись как ошиблись но здесь ветра а что что будет пытаться сделать подраться нет драться точно не надо но там уже вои там уже вои трецается понимает это лауи он судорожно пытается добить рошана нет у него ни башера ничего был бы башером он бы здесь убил бы просто всех досыр же ай не потный просто непотно играет лауи сожрал бы сыр бы сразу поднял бы егис вот такая тактическая пауза давайте на графике ой господи здесь вот это просветы свои кидает на графике смотрим по опыту 5000 выигрывают ребята фуэн и то график идет вверх ну а позволь то к сожалению нам пауза закрывает но мне кажется график должен быть в нулях лауи камбэкнул очень сильно 312 у этого антимага 312 вот где баланс 10-4-3 у Войда он бегал он убивал он старался не только фармить но и что-то делать по крипчикам мы видим ситуация почти одинаковая но антимаг просто убил там пару раз получил там ассист с Войда второй раз там еще кого-то убил Азевса Азевса он убил у которого 6.1.14 было уже 6.2.14 и все вот он патч вот он патч ну что игра у нас продолжается СФ купил себе ультимейт орб что-то несет себе неужели это скади да это скади ну вот теперь СФ становится плотнее у него 2.300 башер также у антимага 3.400 сверху байбэк есть можно просто сплитить товара стоят внешний товар по боту стоит он вообще фоловый у команды друидс то есть надо сделать акцент сейчас на топ и на мид ну и там изредка приходить дефать пытаться бот все аганим должен скоро появиться у аппарата но это скоро почему-то не наступает бэтрайдер с бкбшкой но мы это уже отмечали с вами сегодня ну и вот венга пока без ничего варт упал знает здесь хаста ну антимаг бы запрыгнул бы забрал бы ее запрыгнул бы забрал бы манту юзаешь посылаешь на разведку но боится купола боится купола вот он купол плохая плохая цель джауи тратит свой купол на бэтрайдера здесь неплохая фиссура бкб конечно не хватает лауи лауи сейчас должен погибать его захиксили хастлэм хороший это же года был его просто зафокусили тут яйцо правда теперь не сильно тайминговая там уже минус венга лауи пытается нападать сейчас мама клапа здесь распилит конечно же ну а егу выбили а егу выбили фуэны но разменяли ее на войда и феникса ну вот и драка в пользу естественно друидов а теперь наступает такая ситуация есть или нет байбэк вот что нужно понять но мы-то с вами видим что байбэка нету но антимаг этого не знает но яб на его месте шел бы разводил бы на байбэк надо райт кликать на т2 по миду фиссурка оборонительная как же шейкер хочет выиграть эту игру ну тарасочка врубится и начнет отхиливаться у нас моментально лауи он кстати владмир свой это уже давно продал а вот так ему подставляться не стоило бы не стоило ему здесь настолько долго задерживаться его будут пытаться убить но можно либо отпрыгнуть отрегениться но нет все таки решил он драться гем валяется гем подбирает у нас антимаг мега килл ну и камбэк у друиды все третья какая там смерть воида ну пятая уже ну я говорил что три смерти и будет камбэк и появляется абисол у антимага вот он заветный артефакт с которым можно уже запрыгивать и самим убивать любого не бояться что кто-то к тебе запрыгнет дораска неплохо зашла на этого антимага я думал будет немножечко хуже но живучести мы действительно добавили и гнаться гнаться будут манту просто на разведку отправил манта светит понял что можно зафармить а здесь пацаны зажимаются посвятили немножко таблом на линии и приходится возвращаться фуэном а что сф сф 4100 сверху 5-4-6 потихонечку вернулся шоколад в игру несмотря на печальное начало в миде все-таки решил реабилитироваться но давайте еще раз на графике посмотрим 5000 на этот раз уже друиды ведут по xp и по золоту две с половиной график растет в пользу друидов шекер треснулся у нас не знаю не знаю кто здесь кого но мне кажется антимаг посильнее будет все-таки выйти так друзья прошу прощения возвращаясь на карту привел просто чатик немножечко в порядок ну и что что же буду делать друиды продолжают они сноуболить затягивают игру калами подфармливает сф инвиз забирает у нас элемент ну что бетратор здесь стоит на топе видит он прекрасно чем заняты сейчас фуэны они его не видят но если найдут могут убить он дал инфу что все идут по боту на последний внешний тауэр в принципе это логично аганим есть у аппарата дэмэджа тоже уже у друидов слишком много там вот венга с огорклабом господи ну вот это венга высвапывающая логика есть все-таки против войда играет и там элемент очень качественно отыгрывал в плане того что вовремя всегда с купола пытался высвапывать и свапал достаточно хорошо кристалли с усф это будет дэйдалус so much damage но это два здесь будет очень быстро падать но тут уже проблема в том что аппаратик у нас с аганимом и вот тут уже больно-больно залетает даже по войду ну а тут лави занимается чем чем должен заниматься антимаг антимаг вообще вот в последнее время я замечаю то что его если пикают его он ли как сплет пушера за счет бфа да за счет быстрого хорошего кс он хорошо крепстатит его берут как сплет пушера понятное дело что это кэри но в каком плане он не пытается драться он не ищет драки он засплитил и ушел т2 по буту стоит пожалуйста то есть никто ничего не потерял ребят только потратили деньги на телепорт и опять вернулись на топ полным составом а по одному сейчас ходить опасно там антимаг просто абисел дает тебе и все у войда там маны не хватит на купол после абисела по идее его антимаг должен будет распиливать поэтому дело такое ну и в чем ошибка фуэнов дали время дали время эсэфу дали время антимагу ошибки были вот здесь с куполами неправильная совершенно постановка была купола да и здесь на рошане драка была полностью проиграна ребятами поэтому не знаю да зевс типа с рефрешером круто ультимейт орб это будет выход в хекс но может быть слишком поздно тут просто если сейчас умирает без байбеков допустим тот живой то это гг антимаг просто снесет базу не заметит даже никого на своем пути спокойненько сметет всю базу и все на этом все закончится в смоках ребята спалились уже лауи здесь 4 700 у лауи я не знаю я бы на его месте гем этот выложил бы треклятый уже начал бы подумывать о бабочке какой-нибудь видимо может он байбек хочет но вот просветили хекс здесь дали в бэтрайдера бэтрайдер важный герой бэтрайдер убивает даже без купола слишком быстро здесь элемент сейчас тоже погибнет ну все все что ли а тут еще айсберг погибнет баш с первого удара нет не прошел там либо бы баш либо просто крит на все хп не на все конечно там все-таки с аганимом у нас пора да там 1300 хп не такой уж он и тонкий антимаг 5200 давай вторую тараску чтобы вообще быть непробиваемым жирным травла решил купить надоело ему то что он постоянно вот это тпшечки тпшечки вот травла для пацанов теперь меньше 3к я так не люблю я люблю когда 3к хп дима нэйдж там что уже да там доедало сейчас будет у эсэфа правда без байбэка он тогда будет нельзя нельзя такого допускать ни в коем случае сколько ему для байбэка надо 1600 грубо говоря просветил ультой аппарат Рошана Лауи летит на бот через 30 секунд появится у нас Рошан линка зевса типа чтоб не умирать от мановоида хорошо хорошо но она по-моему же не спасет тебя если я не ошибаюсь от лассо скорее всего от лассо да от лассо будет спасать бэтрайдер кстати с ультимейт ворбом и возможно тоже хочет себе сделать хекс но проблема бэтрайдера в том что он мрет мрет слишком быстро это плохо ну пацаны здесь решили по миду тоже засплитить немножечко вот рошан появился если сейчас антимагу отдать аегис могут пожалеть могут пожалеть потому что ну воид за купол хорошо убьет антимага а купола потом не будет а вот просветили увидели увидели надо уходить надо уходить гем-то забери да вот все ушел ушел сейчас тарасочки быстро отрегенится и будет готов драться а линку вообще на воида будут вешать вот так и те и те и те боятся вот в чем проблема начинаются вот эти танцы бесконечные мама клапа летает вообще дефать потому что здесь крепочки начинают поджимать под т3 по боту антимаг на травелах антимаг на травелах он может доминировать на этой карте он может просто сейчас прилететь сюда засплитить убежать вот так через леса но вот тут рошан и надо с рошаном с первого разобраться и тогда уже будет ясненько и тяните ну а егис это победа мне кажется вот так можно сказать если антимаг отдадут вот решил бабочку себе собрать скверный артефак не люблю я новая идея бабочку мил шторм уже продал не знаю лучше тот же милнир бы себе сделал бы с мкб с критами керасу например ту же вот так сбили джауи в лассо и сколько демеджа как хорошо подкапывает ли он их а слэм хороший здесь купол ставится ну и шоколад у нас скорее всего будет умирать а что джауи что джауи делал почему он не бил ульта зевса вторая ульта зевса ну двоих убили двоих убили троих убили эсэф у нас не выжил а здесь лауи занимается сплит пушем понимает понимает что сейчас дело пахнет жареным байбекается у нас войд аппарат также байбекнулся ну а лауи продолжает просто набивать себе нетворс 6000 у него уже нетворса есть в принципе все слоты кроме одного решающий слот надо принять то самое важное решение возможно рефрешер чтобы давать два абисова вариантов в принципе много ну вот опять борьба борьба за этого рошана но тут борьба будет проиграна да тут слишком много пришло охранников к этому джею ну хотя еще не все потеряно будет пытаться что ли на косигина надо райт кликать айм ану ему надо было выжигать ну а теперь воид с аегисом и это плохо это плохо для друидов непонятно им сейчас как драться опять же можно сплит пушить не давать воиду вообще зайти и подойти к бате вы когда последний раз видели чтобы вообще фуэны дошли до базы по моему после вот того фейла на топе они больше на базу и не заходили но у мид немножко побили но их отогнали все и то даже по моему не они а крипы потому что тут слишком мало сбито хп ну и графики графики самое главное сейчас это графики по xp отрываться опять начинает у нас фуэн турки вошли в такой кураж и по голде в нулях ровно в нулях ну а по экспингу давайте посмотрим на лвла в принципе воин 25 антимаг 25 сф на 1 лвл впереди ну а дальше все ровненько кроме вот элемента ему не мешало бы уже доформить свой аганим и доформить 16 лвл но к сожалению не может он этого сделать сф вроде хорошо собрался но вот только опять же его за купол разобрали он даже по рэдкликать не успел дейдалус то юзлис получается ну да есть у него дейдалус ну да круто но рэдклики рэдклики нужны нужен дэмэдж но его нету хотят вынудить воида дать купол боже как же просто л4в на него подряд просто линку по откату вешает тут и аегис и линка воид просто должен себя чувствовать в шоколаде надо драться надо драться пока аегис есть вот крипы подходят надо драться только не надо спешить с куполом купол всегда успеешь поставить и после аегиса другой вопрос что может быть слишком поздно что твою команду убьют но я сомневаюсь здесь мобильные ребята вот зевс ультанул все сейчас пойдут регениться нет тут вообще по моему всем начихать все улетают а почему улетают потому что лауи у нас лет пушит да совсем я что-то не обратил на это внимание вылетел он на топ ну и вылетает у нас элемент подождем а а и и и и Продолжение следует... Ну а что, хотят попытаться догнать Лауи, вряд ли это у них получится. Хотя блинк у него в КД еще 3 секунды. Но Шекер в обратную сторону смотрит, он не хочет давать фиссуру, да, вот в эту сторону. Продолжение следует... Давайте на статую, наверное, посмотрим, хоть как-то займем свое время. Вот тут рубик такой в одеждах королевского шута. Спектра. Вот модельку Спектры, кстати, было бы неплохо перерисовать, потому что она какая-то совсем безвкусная, как по мне. Вот жук-жук-жук. Качественный. Такой именно убийца. Интересно, с какой анимацией это взято. Дровка. Ну, Фантомочка тоже такая, достаточно неплохая статуэтка. Все, больше нету. Ну, тогда займемся аналитикой и подумаем все-таки, что же антимаг. Антимаг себе БКБ купил. Вот оно что. Решил, что, типа, купол, да, я если избегаю, то все хорошо, но все равно меня там и фиссуры, и хексом могут донимать. Решил БКБ купить. Отлично. Винга с Даггером, с Окрклабом и Пуэнтбустером. И Сэф у нас, в принципе, тоже. Уже Валовый, со всеми слотами. Ну, не знаю, я бы это доедалось, наверное, на бабочку заменил бы. Мне кажется, он был бы все-таки лучше был бы. Битрайдер, выход в хекс, скорее всего, какой-то планируется. Или Ленка, тоже вариант. Но я брал бы хекс. Ну, аппарат, он и есть аппарат. Он выформил без Медаса с Виаганим, и на этом ему спасибо. У Зевса, кстати, сыр есть. И это может плохую шутку сыграть. Когда он будет почти мертвый, проюзает сыр и еще там раздаст нюхов. Достаточно много. Войд. Войду, на самом деле, вот с такими уже артефактами. Если он продал Милл Шторм, можно уже было бы и Маск оф Мэднес продать. И задуматься о каких-то других артах более полезных. Он там бабочку вроде себе должен уже сделать, но байбэк же не останется тогда. Насколько я понимаю. Да, у него 3200, и у него не останется байбэка. Если только вал ин пойдет. Феникс у нас шивый, вейл, ветра. Но у него Медас, у него 3.5 еще есть. Хексулю, может быть, какую-то уже бы затарил бы. Вместо вейл продать нахрен. Хекс купить. Леон с Даггером, с Аганимом тоже выполняет свою работу. Кстати, хорошо отыгрывает Косигин. Действительно, качественно старается всегда врываться. 5-3-11 у него. Ну и Шекер с Аганимом, Ветрами и Даггером. Ну мы на графике с вами смотрели, да. То, что в нуля график по голде. По опту там, ну, 10 тысяч, правда, по опту идут. А вот это уже интересно. Давайте посмотрим, откуда такая разница. Разница в том, что саппорты отстают у команды Друидс. Да, тут уже саппорты такие. Жирненькие. Вот 2200 у Шекера. 2200 хп. Ну, в то время тоже пытается как-то наверстать пущенное. Ну, Аганим, Аганиму очень сильно хочется сделать. Да, пауза до 10 минут у нас разрешается. После чего команда либо должна продолжать в нынешнем составе, либо же тех лус. Ну, не тех лус, а просто кэкэ там. Мы не должны написать. И все, метр закончится. Пауза до 10 минут у нас разрешается. Ну да, звук TP в чате пишут, что он действительно доставляет. Друзья, извините, я не хотел вас мучить. Можем послушать звук фонтана. Продолжение следует... 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 Антимага покупает гем, 4-400 у Лауи. Рошан скоро рестница, надо пойти бы посмотреть, пытаться его убить. Смакак здесь, ребята, но это... Выход на Зевса? Нет. Только Firefly подрубился, Зевс сразу сделал даггер-аут. И здесь смок на смок, только разошлись как море корабли, да, то есть в разные стороны пошли. Куру, кстати, убили у Радиентов. Там гемчик летел, а это обидненько. Ну и что? Ай-яй-яй-яй, как быстро здесь Бэтрайдера прикончили. Ультует у нас товарищ Зевс, но здесь Косигин сейчас закончится. А вот как ошибается сейчас опять же, он ставит купол. Опять никуда, просто пытается Лауи убить. Лауи, как он живет, как он живет. Эхо-слэм неплохой, минус 3 уже сделали, шоколад здесь умирает. Лауи выжил, Лауи выжил, Лауи бежит за Косигином, говорит, до конца. Тут Хекс, а тут Хекс, тут Спайк. И тут пошли спириты, тут еще и ветра, и это смерть для Лауи, скорее всего. Но опять он живет, да что же это такое, убейте его уже, наконец. Нет, спустите его с небес. Но то, что антимаг живой, это очень хорошо для команды Друидс. Они пока еще не хоронят себя. Несмотря на то, что их очень сильно подвел элемент, со светом у него там какие-то проблемы. Но они еще себя не хоронят. Они верят в то, что все возможно, продолжить игру. Выиграть даже. Вот ИСФ байбэкнулся. Его просто развели на байбэк и уходят. А уходят, понятно куда, на этого товарища, его забирать. И войду, войду опять отдавайте. Нет, ну это смерть для Лауи. Здесь уже точно ничего ему не поможет. So much damage у Войда. Слишком много дамаги, конечно. Тяжело. Есть байбэк у антимага, но он не хочет его тратить. Он понимает, что еще всякое может случиться. Но с другой стороны, полторы минуты будут без антимага. Это не есть хорошо. Д2 сейчас быстро упадет. Рошан до сих пор стоит. Тут вот Травела себе покупает Войд. Ну, с Винго не повезло. Друидам, конечно. Так бы, мне кажется, они бы даже могли бы и выиграть. Ну, что ж ты купол не ставишь, ну, родненький. Ну, чего ж ты так боишься? Ну, ошибка от Бэтрайдера. Да. Тут была ошибка от Войда. Он запрыгнул, развернулся и пошел просто. Он даже не улетел там на Таймволке. Он просто пошел. Просто пошел. Антимаг юзнул Пайбэк. Все-таки это плохо. Шесть минут теперь умирать нельзя. А здесь еще и Аегис. И Сыр. ПТ выкладывает. За счет Мома будет себе мувспида набавлять. Плюс Таймволк есть. Надо идти заканчивать. Надо идти заканчивать Фуэном. Вдруг там еще сейчас Винга зайдет. Вдруг там антимаг за спидпушить. Не дай боже. Стороны все отпушены. Мид более-менее. Топ вообще даже слишком хорошо. Ну и бот, естественно, отпушен. То есть захотите на любую из сторон и просто пытайтесь закончить все. Все действительно слишком просто для команды Фуэн сейчас складывается. Давайте еще на графике посмотрим. 15 тысяч по XP и 7,5 даже чуть больше по голде. Зевс уже с Этериом. Господи, какие артефакты серьезные башни. Ну не мудрю, ну уже 67 минут. Ну где же Купол? Что он делает? Я не могу понять. Почему он не хочет просто дать Купол какой-то хороший? Он уже настолько боится. Нет, он выложил МОМ. Он просто принес себе Трвела. Вот он Купол. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Он высвапывает его Вингаджей. Кстати, Джей сейчас будет умирать. Скорее всего. Тут пытался Шоколад что-то сделать. Но Шоколад умирает. Забирает за собой в могилу Феникса. Лауви под БКБ. Просто посмотрите, что он творит. So much damage. Но тут сыр у Леона. Начинает сосировать у Лауви ману. Здесь Бэтрайдер, скорее всего, погибнет. Да, здесь еще и Фисурка. БКБ у Лауви нет. Драться ему нечем. Тараска работает. Но это минус-торона пока что. Ну и на второй, я думаю, можно зайти. Дамаги должно хватить. Пошло вот это ломание унитазов. Вы уже чуть не дотянулись и не проиграли игру. Уже ускоряйте темпы. Да, сразу в Т4 пошли. Ускоряйтесь, ускоряйтесь, друзья. Потому что так можно и проиграть. Дезолятор покупает себе Шекер. Первое Т4 падает. Здесь Леон закупает себе... Ну, уже уверенно в своей победе. Потому что второе Т4 также падает. Байбеки вы и так видите на своих экранах. Их ни у кого нет, кроме Воида и Зевса. Но это ГГ. Ничего здесь Лауви сделать не может. Капитан команды Труидз понимает то, что... Ну... Да, это ГГ. Можно было бы сразу написать, когда первое Т4 упало. Действительно, ГГ. Поздравляем команду Фуэн, Фуэн. Турки молодцы. Старались. Все-таки помогла ему Фортуна немножечко. Ну, видите, как оно то на то и вышло. То есть... Воид не ставил хорошие купола. Зато вот вылетела Винга. То есть доля удачи и у тех, и у тех присутствовала. Ну, друзья, а сейчас мы уходим на небольшую музыкальную паузу. И вернемся на следующий матч. Так что никуда не уходите. Буквально 5-6 минут.